Музыка Представляем вашему вниманию учебный фильм «Презентацию. Организация безопасного проведения работ по техническому обслуживанию фонтанной арматуры и обвязке устья газовой скважины». Общие сведения о скважине. Скважиной называется цилиндрическая горная выработка, пробуренная механическим способом, предназначенная для извлечения из недр полезных ископаемых в жидком и газообразном состоянии. Диаметр скважины во много раз меньше ее глубины. Конструкция скважины представляет собой сочетание нескольких обсадных колонн различной длины и диаметра, концентрично спущенных в скважину на различную глубину. Пространство между колоннами и горными породами загерметизировано цементным раствором. Оборудование скважины условно можно разделить на подземное и наземное. В состав подземного оборудования скважины входят лифтовая колонна, эксплуатационный пакер, клапан-отсекатель, клапаны для ввода ингибиторов. В состав наземного оборудования газовой скважины входят колонная головка, трубная головка, фонтанная арматура, трубопроводная обвязка устья газовой скважины. Наземное оборудование газовой скважины. Наземное оборудование служит для герметизации межтрубных пространств на устье скважины, управления и регулирования потоками газа. Рассмотрим более подробно назначение каждого элемента наземного оборудования скважины. Колонная головка устанавливается на обсадную колонну и служит для герметизации межколонных пространств. Через один специальный отвод контролируется межколонное давление, через другой закачиваются в межколонное пространство герметизирующие растворы. Трубная головка устанавливается на колонную головку, герметизирует пространство между эксплуатационной и лифтовой колонной, является основанием для установки фонтанной арматуры. В боковые отводы подаются технические жидкости при освоении, эксплуатации и ремонте скважины. Фонтанная арматура предназначена для управления и регулирования потока газа. Состоит из вертикального ствола и боковых отводов. Управление потоками газа при выполнении технологических операций производится закрытием или открытием запорной арматуры. Установленный технологический режим работы скважины корректируется при помощи углового штуцера – дросселя. Трубопроводам обвязки устья газовой скважины относят манифольдную, факельную и задавочные линии. Газ из скважины по манифольдной линии направляется в систему газосборных трубопроводов и далее на установку подготовки газа. По факельной линии производится отвод газа на безопасное расстояние при выполнении следующих технологических операций – удаление скопившейся жидкости на забое при эксплуатации газодинамических исследованиях скважины. Для глушения и циркуляции технических жидкостей при капитальном и подземном ремонтах скважин используются задавочные линии. Техническое обслуживание. Обязанностью эксплуатационного персонала по обеспечению надежной работы наземного оборудования скважины является своевременное и качественное проведение технического обслуживания. При его проведении используется ручной инструмент, нагнетатель высоковязких смазок, расходные уплотнительные и антикоррозионные материалы. Персонал на скважины проводит следующие работы. Визуальный осмотр свайных фундаментов, при которых проверяются высотные отметки опорных частей, состояние антикоррозионного покрытия, плотность прилегания трубопровода к опорной части. При выявлении изменений высотных отметок производится нивелирование опорных частей, выравнивание в целях предотвращения деформации трубопроводов. Проверка состояния антикоррозионного покрытия фонтанной арматуры и трубопроводов, теплоизоляционной защиты манифольдной линии. Работы по восстановлению антикоррозионного покрытия проводятся при положительных температурах наружного воздуха. Проверка герметичности затворов, шиберов, запорной арматуры проверяется снижением давления газа до атмосферного на смежном участке после запорного элемента. Дросселирование газа через него определяет негерметичность запорной арматуры. Контроль возможных утечек из фланцевых соединений и сальниковых уплотнений с применением измерительных приборов. Выявленные участки газа и жидкости должны устраняться незамедлительно. Запрещается их устранение под избыточным давлением. Устранение утечки газа по фланцевому соединению выполняется в следующей последовательности. Ослабить все крепежные элементы, убрать необходимое количество шпилек для извлечения уплотнительного элемента, разжать фланцы и заменить уплотнитель, обжать крепежные элементы, проверить герметичность набором рабочего давления. Наиболее надежным уплотнителем фланцевого соединения является металлическое кольцо, менее надежными прокладки, армированные металлом. Для устранения утечки газа по сальниковому уплотнению штока запорной арматуры необходимо снять фланец или крышку сальниковой полости, заменить изношенный уплотнитель и плотно прижать фланцем, крышкой, проверить герметичность набором давления. В качестве уплотнителя применяются графитовые и фторопластовые сальниковые набивки. При открытии и закрытии запорной арматуры происходит трение металлических поверхностей затвора и корпуса запорной арматуры. Периодическое смазывание внутренних элементов запорной арматуры предотвращает износ металлических деталей. Для этого применяют следующие виды смазок – САК-1 и САК-2. Набивка смазки проводится в следующей последовательности. Снять крышку штуцера в корпусе задвижки. Подсоединить рукав высокого давления нагнетателя. Подать смазку во внутреннюю полость под давлением в количестве определенным руководством по эксплуатации. Отсоединить рукав и установить крышку штуцера. Штуцеры для подачи смазки снабжены обратными клапанами. Высокая вязкость смазки обеспечивает герметичность при закрытии затвора и исключает его заклинивание при образовании льда в микрозазорах. Подача смазки в подшипниковой коробке опорных элементов предотвращает заклинивание штоков при их вращении. В качестве смазки применяется циатин. Требования безопасности при выполнении работ. К работам по техническому обслуживанию скважин допускаются работники, прошедшие обучение и проверку знаний требований охраны труда, инструкции по эксплуатации оборудования, действиям в условиях аварийных ситуаций. Перед началом работ исполнители должны пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению работ. До начала работ эксплуатационный персонал должен проверить исправность ручного слесарного инструмента и нагнетателя вязких смазок, подготовить необходимое количество расходных материалов. Техническое обслуживание проводится составом бригады не менее двух работников. При выполнении работ персонал обязан применять средства индивидуальной защиты, в том числе от кровососущих насекомых. Контроль состояния воздушной среды на содержание метана должен производиться периодически. Запрещено проводить техническое обслуживание скважин при неблагоприятных погодных условиях, применять неисправный инструмент и приспособления, использовать рычаги при открытии и закрытии запорной арматуры, передаче дополнительных усилий на гаечные ключи при работе с крепежными элементами, применять сигнализаторы горючих газов с истекшим сроком поверки, проводить под избыточным давлением замену уплотнителей запорной арматуры или ее замену, пользоваться средствами связи в небезопасном исполнении, располагать на расстоянии ближе 25 метров от устья скважины технику, эксплуатировать без искрогасителя, при обнаружении следов диких животных осмотреть прилегающую территорию с площадки обслуживания скважины, при визуальном контакте прекратить работу и соблюдать требования правил поведения при контакте с дикими животными. Соблюдение указанных требований безопасности снижает риск причинения вреда здоровью работников при выполнении работ.